11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Приветствуем вас. Сегодня 23 января, вторник. Второй час. Сразу же быстро скажу. Мы посвятим о произошедшем вчера событию задержания начальника регионального управления ГИБДД Александра Потникова. Серьезное обвинение ему предъявлено. Обсудим со специалистами, с юристами все это во втором части. Да, в первом части мы взяли тему взаимодействия налоговой службы и кировских предпринимателей. Отталкиваемся от круглого стола, который произошел на прошлой неделе в правительстве Кировской области. Несмотря на то, что круглый стол начинался достаточно вяло, с большим докладом чиновников и налоговой инспекции, дальше произошел, я бы сказала, даже конфликт. Яркие высказывания представителей предпринимательского сообщества с обвинениями в сторону налоговой. И жесткая позиция налоговой, что все происходящее с бизнесом и с налоговыми проверками, все действия налоговой четко обоснованы и стоят на законодательстве. Никаких перегибов со стороны налоговой нет, а предприниматели с этим не согласились. И вот сразу же после круглого стола последовал звонок в нашу студию, в нашу редакцию. От представителей компании «Вымпел-45» есть давняя история, которая связывает эту компанию с налоговой инспекцией, а длится она, насколько я поняла, с 2015 года. И, к сожалению, сейчас в том месте, где находятся компании налоговые, их взаимоотношения достаточно критические. Мы хотим попытаться разобраться в этой ситуации. И для этого пригласили сюда представителей компании «Вымпел-45» в лице Михаила Шипенкова, генерального директора компании. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Правильно сделала ударение? Да, все правильно. Светлана Лобастова, главный бухгалтер компании «Вымпел-45». Светлана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вероника Гончарова, юрист компании. Здравствуйте. Добрый день. И Андрей Костин, независимый налоговый консультант, который работает с компанией, я это понимаю, на протяжении всего этого времени. Я сопровождаю данную компанию как специалист. Добрый день. С 2015 года. Да, 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 все верно. Ну а до начала эфира мы о взаимоотношениях предпринимателей и налоговой службы говорили на протяжении получаса с нашим коллегой, директором аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиза Гайфазис Алиевич. Добрый день. Да, здравствуйте. Добрый день. Ожидается приход в студию Андрея Валилова. А вот он уже, вот уже здесь на подходе. Мы его видим, сейчас он зайдет в студию. Андрей Николаевич, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Андрей Николаевич, добрый день. Мы вас уже представили. Исоединяйтесь. На сайте hakirova.ru и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Оплачивать все налоги и сборы при этом успешно развиваться малый и средний бизнес может или нет? На сайте пока ситуация следующая. 90% ответивших говорят, что не может. И 10% соответственно может. В группе ВКонтакте тоже практически так, почти 90%. За вариант не может бизнес развиваться. Да, ну давайте мы сразу расскажем историю. Кто начнет? Андрей Валилович, да. Андрей Костин, независимый налоговый консультант. Да, мы со стороны инспекции видим заявление, что налоговый орган готов к диалогу. Однако, ну на деле это происходит не так. По организации в ИМПЛ-45 была проведена выездная налоговая проверка. В течение около года, ну данную организацию проверяли... В 2015 году? Да, да. Около года шла эта проверка. Отвлекались силы и средства. В итоге по окончанию проверки были доначислены налоги в размере 50 миллионов рублей. За какой период времени? За три календарных года. НДС и налог на прибыль. Общая сумма 50 миллионов рублей. Фактически основанием для доначисления налогов послужили выводы налогового органа о сомнительности сделок с некоторыми нашими поставщиками. В чем заключалась сомнительность сделок? Налоговый орган усмотрел формальные признаки этих поставщиков, так как у них отсутствовало недвижимое имущество, транспортное средство, земельные участки. Обороты по расчетным счетам были достаточно велики и не отражали, как считает налоговый орган, реальную деятельность предприятия. С расчетных счетов данных поставщиков производились перечисления на последующие юрлица или обналичивание денежных средств. При этом никакой связи с ВМПЛ-45 установлено не было. То есть претензии были к вашим контрагентам? Да, конечно же, у данных поставщиков была достаточно высокая доля вычетов по МДС и расходов по налогу на прибыль, что также не влияет на нашу деятельность, это ответственность наших поставщиков. Тем самым налоговый орган подвел итог, что сделок по поставке металла в адрес ВМПЛ-45 от данных поставщиков не было. Хотя фактически из данного металла была произведена готовая продукция, которая была реализована нами, налоги уплачены. А для понимания, Андрей Валерьевич, поясните, вот для начисления 50 миллионов, а без этого начисления сколько налогов компания платит? 22 в среднем. 22 в год. За год, да. 22 миллиона рублей платит компания в МПЛ-ком. 50 это, в общем, серьезная сумма. Налогов в Кирской области, да. Но этого мало, видимо. На общей системе работы. Да, 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 ну, конечно, с НДС. Кроме этого, одним из оснований до начисления по данным контрагентам послужили выводы налогового органа из почтовой переписки, из электронной почты главного бухгалтера. Налоговый орган, не являясь органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, изъял в ходе выемки системный блок компьютера главного бухгалтера, вскрыл электронную почту, расписал эту переписку и в акте, и в решении налогового органа, тем самым нарушил статью 23 Конституции РФ, неприкосновенность частной жизни, в том числе почтовое отправление, и данным недопустимым доказательством считает свои выводы законными. Мы же с этим, конечно, не согласны полностью. Да, давайте сейчас слово передадим бухгалтеру компании Вымпел-45, Светлана Алексеевна Лобастова. Это ваша была почта? Да, это моя личная почта. Почему вы пользовались личной почтой в рабочих целях? Поближе к своим микрофонам, пожалуйста. Ну, во-первых, пользовались, почему? Потому что запрета со стороны генерального директора у меня не было не пользоваться для оперативности. Сами понимаете, как официальная наша Вымпеловская почта, это очень долго. Я быстрее с контрагентами и с банками я через нее общалась. Но это моя единственная личная почта. Там у меня даже зарегистрированы и все мои личные там госуслуги. И все это указывается только моя почта. Вопрос к генеральному директору компании Михаил Геннадьевич Шопенков. Михаил Геннадьевич, все сотрудники компании пользуются личной почтой и серверов вашей компании? Да, практически указывают сотрудника. Я имею в виду, кто инженерно-технический персонал, управление. У них практически у всех своя личная почта. И все через личную почту осуществляют рабочую переписку? Рабочую переписку осуществляют через личную почту и через официальную почту, которая указана на сайте компании. В МПЛ-45? Да. В МПЛ-сабек-45.ру. Это общая почта. А также у каждого сотрудника есть своя. То есть налоговая пришла в 2015 году. Год производила проверку. Что в результате этой проверки она, какие действия еще произвела? Ну, как сказать... Я так понимаю, на почту вышли, потому что произошла выемка компьютеров? Да, да. Саму выемку мы не оспариваем, потому что она произведена в рамках налогового кодекса. Но то, что послужило результатом выемки, а вот именно изъятие и вскрытие данной почты без наличия судебного решения, как это положено по закону. Причем в числе сотрудников проверяющих был сотрудник полиции, который имел полномочия на осуществление ОРД, имел полномочия на получение данного судебного решения. И в случае, если бы данный факт состоялся бы, то данное изъятие и вскрытие было бы законным. Мы сейчас расспросим вас о ваших контрагентах, как вы их себе представляете. Но сначала прервемся буквально на полминуты. Продолжаем нашу беседу с представителем компании «Вымпел-45». Обсуждаем вот у нас конкретный пример, яркие взаимодействия с налоговой службой. Андрей Валерьевич просит слово по контрагентам. Наши контрагенты, у которых мы покупали металл, были зарегистрированы в общеустановленном порядке. Они имели полные данные. Мы от них получали полный пакет документов первичных с поставками металла. В данных документах все сведения совпадали с выпиской ЕГРЮ. То есть данные контрагенты были зарегистрированы самим налоговым органом в общеустановленном порядке. Если бы у налогового органа были какие-то претензии к данным контрагентам в их недействительности или сомнительности, то, во-первых, налоговый орган мог бы не регистрировать данное юридическое лицо. Во-вторых, он бы мог исключить его из реестра. В то же время хотим заметить, что пара контрагентов, с которыми мы сотрудничали, были поставщиками Департамента финансов Кировской области. Возникает вопрос, как Департаменту финансов данные контрагенты могли поставлять товар, а в Эмпелу-45 нет. Это большой вопрос. Давайте немножко расскажем о деятельности компании в Эмпелу-45. Михаил Геннадьевич, пожалуйста, что вы производите, какое количество у вас сотрудников, где располагается ваше производство, какими активами обладаете? Производство располагается в Кирово-Чепецком районе, село Бурмакино. Там мы находимся с 2008 года, а предприятие, вообще фирма, существует с 2001 года. На данный момент в организации трудится 115 человек. И сфера деятельности? Сфера деятельности — это металлообработка, скажем так, листового материала в большинстве своем. Двери, стеллажи, противопожарные шкафы, электрические, противопожарные, какое-то торговое оборудование. В общем, ну и так далее. Значит, на сегодняшний день мы имеем географию поставок. Это практически вся страна. Есть даже поставки в Азербайджан, противопожарных шкафов. Ну тогда я буду, конечно, вас защищать тоже. Это Азия Согрета. Спасибо, спасибо. Дружба народов. Да, из крупных объектов, на те, которые изготавливалась продукция «Вымпел-45», это в первую очередь завод уничтожения химоружия «Мородыкова». Большой объект, значит, второй по значимости объект — это... А что вы в «Мородыково» поставляли? Двери. Двери противопожарные, да. Они там до сих пор стоят? Да, конечно. Вы говорите вслух, не надо ошибаться. У нас прямой все слышно. Второй объект по величине, опять же, в Кировской области. Это, значит, здание службы судебных приставов полностью укомплектовано нашими дверями. Это которое... Московская новая, да. Большая такая. Значит, третий объект по величине — это Вятский машиностроительный завод. Я, наверное, правильно называю это. Вот вновь открывшиеся предприятия рядом с «Авитеком», да? Кировский машиностроительный завод. А, Кировский, простите, да. Кировский машиностроительный завод. Значит, там вообще укомплектовано на 100% нашими дверями и нашими воротами зданий. Значит, следующий по значимости объект — это, опять же, в исторической хронологии — это новое здание ФНС Кировского области на Комсомольской площади. Вот это вот, которое в высшем сквере построено. То есть они там прекрасно видят наши двери и оспаривают, говорят, что... Они им нравятся, наверное. Да, они им нравятся, наверное, да. Скорее всего, и оспаривают, что почему-то на них металла мы должны были потратить больше, чем потратили бы. Потратили. Вот хороший вопрос насчет того, сколько металла потрачено, больше или меньше. Я так понимаю, что специалисты налоговой инспекции делали какие-то выводы по поводу того, как должны были производиться двери. Пожалуйста, экспертную оценку, которая была произведена налоговой, которую вы оспариваете, тоже, пожалуйста, озвучите. Ну, значит, налоговая инспекция, как ни странно, именно нам не задавала таких вопросов, как в плане конструктива, технологии изготовления и количества материала. Мы им объясняли, что у нас двери индивидуальные. Давайте, пожалуйста, нам конкретный какой-то пример. Мы вам покажем наш конструктив и покажем количество металла. Я прошу прощения, я сейчас поправлю. Значит, в первой претензии мы уже определили, это неблагонадежность контрагентов, с которыми вы работали. А вторая претензия, это, не знаю, качество двери, цена двери, что там было? Сначала обозначили, какая претензия, а потом... Количество материала, которое расходится на изготовлении одной единицы. Что они сказали, что вы должны были потратить больше материала, чем меньше материала, чем потратили, чем потратили, перегружали двери материалами? Вы предоставляли им документы по всех процессах? Естественно, естественно. И в этом документе, собственно говоря, все написано должно быть. Они посчитали, что завышен расход металла. Расскажите, пожалуйста, начал уже Михаил Геннадьевич, расскажите, что там эксперт вам представил, а что на самом деле вы представляете? Ну, на самом деле эксперта не было, был просто инспектор налоговой... Который считает налоги. Да, который считает налоги. Но не расход металла. И он нас убеждает, что на изготовлении нашей двери используется какое-то количество материала. Обосновывают это тем, что, значит, после выемки было найдено в наших компьютерах вот эти данные найдены, но... Это тоже в почте бухгалтера? Нет, это в компьютере, в системном блоке конструктора. Значит, но при этом на всем протяжении самой проверки и вот арбитражных разбирательств нам так и не представили конкретно, на каком диске, в каком компьютере, что это не за файл, где эта информация хранится. Источник не указали. Да, источник нам не указали. Но вы-то знаете, там это действительно хранится? В этих компьютерах? Да. Такого рода информация. Такой информации в этих компьютерах нет. Есть отчеты, есть в бухгалтерском компьютере отчеты по списанию наших материалов. Вот информация. Я правильно понимаю, что налоговый инспектор взял какую-то среднюю дверь железную, металлическую, тех требований к этой двери, и сказал, что вот такая должна быть дверь, а вы туда добавили много лишнего металлу и денег, соответственно, больше запросили. Так, да? Нет, там толщина металла может быть разной. Да, да. Слежка в тысячу секунду. Вот на основе их технологического процесса. Но впоследствии, когда мы уже заявили довод, что Вымпел-45 производит свою продукцию на основе ГОСТ, а эти две компании на основе ТУ, и толщина металла у них 1,2 и менее, а у нас 1,5 и более, недопустимо сравнивать два технологических процесса. Аналоговый орган уже после этого заявил, что данные информации являются справочными и никак не носят никакого характера. Но это как-то повлияло на процессы. Уходит в сторону. Вы в Петраже уже находитесь. Да, конечно. Первую инстанцию прошли. Вы прошли первую инстанцию и? 100 тысяч прибыли всего убрали. То есть вы первую инстанцию проиграли? Да. Так, слово юристу. Есть что сказать по поводу... Добавить нюансов, чтобы еще как-то больше эту картину раскрасить. Может быть, есть какие-то еще немаловажные факторы? Относительно... Пожалуйста, к себе микрофон. Относительно того, что говорил Михаил Геннадьевич, что не задавались вопросы ни по расходу металла, ни по количеству используемых материалов. Во время допроса нашего технического директора, грубо говоря, Михаила Геннадьевича, на тот момент он являлся таковым, инспектор не задал вопрос ни одного технического вопроса для того, чтобы конкретизировать, то есть как проходит техпроцесс на нашем производстве и какое количество мы расходуем. Мы это поняли. То есть инспектор на основании справочного материала, который он, может быть, в интернете там, например, собрал, он дал такую справку, что ваши двери слишком толстые и слишком дорогие. И в этом увидел какой-то умысел. Но это справочный материал, он никак не повлиял на процесс. Пожалуйста. Я бы хотел добавить здесь. Андрей Кучтин. Вот именно кульминационным моментом проверки было привлечение к ответственности по пункту 3 статьи 122 НКРФ. Это умышленный характер совершения правонарушения. При этом, уважаемые господа, генеральный директор в МПЛ-45 даже не опросили. Так, мы это поняли. Это вторая претензия. Есть еще претензии с стороны налоговой, кроме контрагентов и самих дверей? Так, я так понимаю, что в процессе с 2015 года, сейчас 2018, я не говорю, прошло два года. 2015, 2016, 2017. Прошло два года. Что произошло и с чем в суд-то пошли? Какие претензии, суммы были начислены и так далее? Оспаривание сумм, которые были доначислены в МПЛ-45 в ходе выезда налоговой проверки. Мы озвучили еще суммы, которые были доначислены налоговой проверкой. Давайте их озвучим. Давайте я скажу. Да, бухгалтер, пожалуйста. НДС был насчитан 16 миллионов 690 тысяч рублей. Прибыль была 18,380 тысяч. Ну, естественно, был штраф нам 2 миллиона 330. И плюс еще, конечно, присоединились сюда пении, начисленные ФНС. В общей сложности у нас 49 миллионов. На сегодня мы решаем эту проблему через арбитражный суд. Так, сколько арбитражных судов? Сколько уже судебных заседаний прошло? Первая инстанция. Первая инстанция прошла с июля по декабрь. Вы проиграли. Да, мы проиграли. 49 миллионов вы должны заплатить. Что такое для предприятия 49 миллионов? Вопрос Михаилу Геннадьевичу Шипенкову, генеральному директору компании. Вымпал 45. Ну, 49 миллионов это 100% налога, который мы уже уплатили, честно говоря. И для нас эта сумма, это конец предприятия просто. Мы не сможем выдержать такой нагрузки. Это приведет просто-напросто к остановке и ликвидации предприятий. Если надо заплатить 49 миллионов, это нужно заплатить какой-то единой суммы в какие-то сроки? Да, это... Процедура взыскания, она общая. Если сходотайствовать будут, значит будет рассрочка, если нет, то нет. Будем, конечно, сходотайствовать, но для нас, у нас была покупка оборудования в районе такой же суммы, да, вот величины такой же суммы. То есть мы брали кредит здесь в местном банке, в Хлынове, пятилетний. Мы пять лет тянули этот кредит, он для нас тяжело дался. Нам дадут рассрочку на пять лет. Нам еще осталось платить, поэтому еще целый год. А стоимость активов сейчас как оценивается? Около 100 миллионов. Всех ваших активов, они арестованы сейчас? Арестованы, только недвижимое имущество. Только недвижимое имущество. Обеспечительные меры. Что-то в залоге находится у банка. 115 человек сотрудников предприятий с семьями, да, тоже с кредитами, ипотеками. И со всеми делами. Ваше намерение? Бороться до конца. Продолжаем дальше. У нас дальше есть вторая, ну, третья инстанция. Ну, хотелось бы просто-напросто видеть налоговые органы, именно чтобы они исполняли свои обязанности добросовестно в рамках законодательства. Без, как сказать, без нарушений. А нарушения, еще раз, вот просто коротко одной фразой, в чем вы видите? Мы видим это вскрытие электронной почты, нарушение конституционных прав граждан, длительный период проверки, в том числе, около года. То есть кодексом у нас предусмотрен два месяца выездная проверка. Можно, конечно, ее продлять, можно ее приостанавливать, но, как говорится, нельзя мерить, ну, нельзя исчерпывать полный срок, данный налоговым кодексом по каждому налогоплательщику. Итак, выемка и сроки проверки. Да. Вот претензии. Ну, еще хотелось бы, чтобы все-таки в период налоговой проверки присутствовал хотя бы какой-то узкий специалист, кем можно было поговорить на одном языке, а нас просто не услышали. Узкий специалист в рядах налоговой инспекции. Эксперт. Да, у нас остается одна минута до перерыва. Я попрошу сейчас наших экспертов, Азиза Агаева и Андрея Вавилова. Кто-то один, может, один вопрос задать, уточняющий. Азиз Алиич, давайте, вы ближе к микрофону. Да. Скажите, вы обжаловали вот где-то в каких-то инстанциях выемку? Вы заявляли о том, что тут вот нарушенная конституционная права? Вот мы саму выемку мы не обжалуем. Мы считаем, мы не считаем ее незаконной. Мы считаем незаконным вскрытие электронной почты. Да, но вы обжаловали это. Естественно, да. В судебном порядке в гражданском суде нас не услышали. То есть вы это проиграли? Да. Понятно. Сейчас проверяемся буквально на полторы минуты. У нас реклама и продолжим с этим вопросом. Взаимодействие налоговой службы и кировских предпринимателей. Тема нашего сегодняшнего эфира. Я так думаю, что мы только начинаем эту тему обсуждать. И, видимо, продолжим на протяжении достаточно долгого времени. На других примерах. Да, судя по тому, что претензии со стороны предпринимателей не заканчиваются. Правительство вроде бы как обозначает позицию, что она готова выступать неким посредником в взаимоотношениях бизнесменов и налоговой. Налоговая говорит, что у нее все хорошо, она действует в рамках закона, а предприниматели должны просто тоже его исполнять. И тогда будет все тоже окей. А тем временем и предприниматели, и наши слушатели, которые голосуют в опросе на сайте эхакирова.ру, в нашей группе ВКонтакте, отвечая на вопрос, оплачивая все налоги и сборы, и при этом успешно развивать малый и средний бизнес можно или нельзя. 92% на сайте эхакиров говорят, что невозможно работать малому и среднему бизнесу, все выплачивая. Что ВКонтакте? 90% почти. По-прежнему. А что по факту? Мы знаем прекрасно, что и Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании Business Inform, и Андрей Вавилов, руководитель регионального отделения опоры России, по этим вопросам работают давно, много и плотно. Пожалуйста, коллеги, ваше мнение. Андрей Николаевич, подключайтесь. Добрый день, уважаемые предприниматели. Сам я с 92-го года был главным бухгалтером компании, и диалог, и та жизнь, которая была мной как главным бухгалтером, это понятно, что каждые три года предприятия проверяли, у меня до 16 юридических лиц заходило, и все вот эти, которые сегодня схемы пытаются нам налогу другим предпринимателям предъявить, конечно, я это все переживал. У меня даже офшорная компания была в российской офшорке в городе Углич. Сроки давности прошли. Я, конечно, глубоко не могу, так сказать, вот так, с первых, так сказать, тех предложений, описания предприятия в МПЛ-45 сразу вникнуть в проблему, но я полагаю, что налоговая посчитала, что были платежи непонятным компаниям. Понятно, что она попыталась НДС не взять в зачет, потому что, ну, не считая, что фирмы однодневки. Ну, прибыль тоже. Да, а прибыль посчиталось вас обвинить в том, что вы завышали расход материалов. То есть это вот, так как дверь у вас, индивидуальный вопрос, естественно, открыт по прибыли, по НДС, вот по тому опыту, который у меня как омбудсмена был последние три года, например, пять лет я был омбудсменом общественным, потом перерывом, потом еще был. То есть вот те диалоги, которые были с налоговой, конечно, с фирмами-однодневками НДС, это очень сложно. Это очень сложно, и компаниям, которым были предъявлены НДС, практически никто не увернулся, потому что есть стандартное решение с фирмой-однодневкой, ты виноват в том, что ты платил фирме-однодневки. Конечно, ваши примеры о том, что с этими фирмами-однодневками работали и государственные органы, но это такой ставит серьезный тупик. Вопрос почему-то, кому-то можно, а кому-то нельзя. Причем вот тут вопрос открытый. То есть все-таки я думаю, что часть НДС, наверное, можно отстоять с теми компаниями, которые действительно существовали и, наверное, тем более работали с госорганами. Что касается прибыли, с нормами надо воевать. Надо освоевать, потому что если вы действительно докажете, что у вас индивидуальные двери и будут... Даже с директором не разговаривали, я такое не понимаю. Когда работал главбухом, мне тоже приходила налоговая, проверяла, насчитывала тогда 2 миллиона, я отбивался, и с 60 тысяч они уходили с чистой совестью. Когда вы задавали вопрос, простите, я прерву сейчас, Андрей Николаевич, когда вы задавали вопрос, это вымпило 45, почему вы не разговаривали с нашими специалистами, делаете собственные выводы, что вам говорил налоговая? Налоговый орган сам определяет, какие ему необходимы провести мероприятия налогового контроля. Окей, дальше. Я тут хочу сказать, что если налоговая отказывается допрашивать какого-либо специалиста, вы вправе приложить объяснение этого специалиста к своему делу, и это будет в бумагах арбитражного суда при рассмотрении, учено судом как иное доказательство. Поэтому не допрос налоговым какого-либо специалиста не лишает предприятия права приложить эти документы непосредственно в суд и предъявить внимание суда. Андрей Николаевич, еще полтора минуты. Или Азизу Алиевич, передаем слово. Я закончу мессорь. Считаю, что надо все-таки разделить несколько вот этих процессов, то есть НДС разделить. Если действительно есть фирмы-однодневки, которые, ну, вот для себя самим понять, не получится, наверное, все-таки свою ответственность переложить на налогу. По крайней мере, есть такая арбитражная практика. Она есть. Она есть не в нашу пользу. Когда мы ее изменим? Когда мы ее поменяем? Ну, во-первых, она, наверное, в принципе, поменялась с того момента, как у нас сейчас НДС и сквозной, и все ее увидят. То есть, по идее, сейчас дальше первого колена вообще разбираться не должны. Но тот период, 2012-2014 год, наверное, были такие фирмы-однодневки, которые мы, собственно, скорее всего, что вы не заупотребляли. Я не могу про себя предприниматель сказать. Про себя лично тоже только могу говорить. Но они существовали действительно. То есть, у нас есть куча адресов на Ленина, 73 общей регистрации. И куда дальше деньги уходили, мы тоже с вами не можем знать. Правильно я понимаю, что сейчас практика сложилась таким образом, что предприятие, которое работает с фирмами-однодневками, само платит все налоги, например, по своей деятельности. Но если выясняется налоговая, или они считают контрагента неблагонадежным, то ответственность ложится именно на предприятия, которое с ними работало неблагонадежными какими-то агентами, а не на вот эти фирмы, как вы говорите, однодневки. Да, конечно, да, такая практика. Да, Азин Салевич, пожалуйста. Ну, там, хочу сразу сказать, что я не хотел бы давать какие-либо оценки действиям предприятия, но в целом я вот скажу, что касается... Микрофон. Микрофон. Что у нас происходит вообще сейчас в налоговой системе, и почему так много претензий со стороны предпринимателей, и правы ли они в этих своих претензиях? Микрофон. Вот основная претензия... Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда налог говорит, что она действует в рамках действующего законодательства, она действительно действует в рамках действующего законодательства. Что касается каких-то конкретных предъявлений по поводу личной почты на рабочем сервере и так далее, и так далее, тут сложно налоговые претензии предъявлять, потому что... Но не должно быть на рабочем сервере личной почты, как бы там, если есть, значит, все считается рабочим, по большому счету, поэтому и вам было отказано, собственно говоря, там, компетентными органами в признании этих доказательств недопустимым. Теперь, значит, что происходит, и на самом деле какая проблема заключается? Проблема не в том, что налоговые там взверствуют. Проблема в том, что есть определенные требования, спускаемые с федерального уровня. Если в прошлой кампании это была кампания борьбы с однодневками, сейчас это кампания, значит, например, вздробления. И мы говорим, когда, значит, возмущаемся этой ситуацией, говорим, вот там, вот сегодня сказали, что нельзя работать с однодневками, а сами нас шрафуете за три года. Значит, это претензия не к налоговой. Это претензия к тем, кто спускает такие целевые указания налоговым службам. Это претензии к тем, кто меняет федеральное законодательство. То есть я уже несколько раз... Госдума. Госдума, правительство, президент. Секти органы, которые вправе менять налоговое. Я уже и в налоговом органе, и в других общественных организациях выступаю, не раз говорил, что нужно очень четко сказать, с какой даты эта кампания вступает в силу. То есть если мы говорим, что дробление недопустимо, значит, оно недопустимо только с той даты, с какой мы, значит, об этом... А публиковано в российской газете. Об этом сказали. А не за три года назад. А не за три года назад. Потому что, вот когда говорят, что по поводу умышленности и неумышленности, у предпринимателей на самом деле нет ничего, чего бы они не делали умышленно. Все, что делают предприниматели, они делают умышленно. И вот подтягивать сюда нормы законодательства, что вот был у него умысел на уход, это как раз подтяжка. Потому что, когда человек делает умышленно какие-либо варианты для того, чтобы снизить свои издержки, в том числе налоги являются для предпринимателей издержки, его нельзя обвинять в умысле. Его действия такие. Умысел может заключаться в том, что хотел он нарушить законодательство или не хотел. Вот и все. А не то, что он совершал эти действия умышленно и неумышленно. Вот эту вещь нужно очень четко разделять. Теперь, что касается различного рода схем, там с однодневками, там с дроблением, там еще с чем-то. Я всех предпринимателей хочу вот сейчас предупредить. Нужно прекращать. Вот я своим клиентам 10 лет назад сказал, что с НДС, с однодневками больше не работаем. Потому что тенденция пошла такая, как только налоговую ввела систему АСК НДС. Это автоматизированная электронная система. Это автоматизированная электронная система контроля. Нечего там ловить в этой мутной воде какие-то налоговые выгоды. Как только, значит, ввели все юридические лица в единую схему. Сейчас зайдите в любую программу. Спаркли, это Контерфокус, там и так далее, и так далее. Всю подноготную. Кто с кем, когда, вплоть до того, значит, за каким столом ел, там и так далее, и так далее. Вы можете найти в этих сетях. Налоговые пользуются еще более расширенными вариантами этих программ. Соответственно, у них возникают вопросы. Другое дело, у нас претензии могут быть налоговые содержательные и по форме, если это связано с тем, что, например, налоговый где-то ведет себя там не особо красиво с предпринимателями, исходя из своих, видимо, идеологических соображений. Но и главная претензия к руководителям некоторых инспекций, где проходит проверка, когда налогоплательщик приводит важные содержательные аргументы в пользу того, как он работает, эти аргументы должны быть проанализированы. А они сегодня, как правило, в инспекциях не анализируются. Эти аргументы, исходя из принципа, что у нас есть сверху спущенная схема, как мы должны проводить проверки, по этой схеме мы будем от греха подальше. А если мы еще вникнем в ваши какие-то там детали, еще нас обвинят в чем-то там. И могут ведь. И могут на самом деле. А в суде-то потом эти аргументы, они могут быть? А вот в суде, я вам хочу сказать, что если правильно построено, как бы, я отвлекаюсь от данного случая. Нашего дела, да. От нашего дела, да. Если правильно построена аргументация, мы знаем массу ситуаций, когда добросовестный налогоплательщик выигрывает свои дела, в том числе и по однодневкам. Вот я, как пример, который я приводил, да. Значит, в суде мы пришли, и суд принял все эти доказательства. Налогоплательщик вовремя должен заявлять... У нас одна минута остается. Значит, необходимое ходатайство об экспертизах, если они там были, было им отказано там налоговиками. Вовремя вызывать нужных специалистов. И масса других вариантов. Налоговикам очень сложно, неаргументированно выступать в суде. Есть ли у налогоплательщика очень взвешенные и очень, ну скажем, железные доказательства того, что они действовали в соответствии с законодательством. Ну вот так я скажу. — Мы продолжим с нашими экспертами в начале следующего часа. Буквально 10 минут для того, чтобы договориться на эту тему. Благодарим наших гостей. Михаила Шипенкова, генерального директора компании «Вымпел-45», и Андрея Костина, независимого налогового консультанта. Будем следить за тем, как развиваются обстоятельства. Надеюсь, есть какие-то все-таки шансы, что предприятие не закроется, и 115 человек не останется на улице. Есть, все говорят. — Но из того, что я слышал, как бы там есть аргументы для снижения, значит, вот тех... — То есть не 49 миллионов, да? — Да, не 49. Ну из того, если это вот я правильно услышал, что касается там того, что там есть фирмы, которые там финансовому департаменту оказывал, услуги там и так далее. Потому что я вам скажу, что мы такое дело выиграли. То есть когда была такая однодневка, неуплачивающая налоги, и у него было порядка 10 контрактов с государственными органами и учреждениями, и это было принято судом в внимание. — Да, мы должны сейчас уйти на новости, тематические программы и рекламу. Вернемся в начале следующего часа с Азизом Агаевым и Андреем Вавиловым. По этой теме договорим до 16 минуты следующего часа, а дальше у нас будет тема о задержании руководителя областного управления ГИБДД. Субтитры создавал DimaTorzok